Акимат Алматы обновит 50 километров электросетей и 5 километров водопроводных коммуникаций в этом году. Об этом сообщил глава мегаполиса Ербулат Дусаев на встрече с жителями Алмалинского района. Он также отметил, что в прошлом году в районе заменили около 60 километров электросетей и реконструировали 60 подстанций. А вот что касается развития дорожно-транспортной инфраструктуры, то, по словам главы города, проведен средний ремонт на 18 улицах общей протяженностью 15 километров. Планируется также провести средний ремонт на 26 улиц с общей протяженностью порядка 16 километров. Обновят в районе и автобусный парк. В целях обновления подвижного состава в текущем году планируется приобретение 309 новых автобусов для работы на 18 маршрутах, проходящих в Алмалинском районе. Для обеспечения безопасности пешеходов в 2022 году установили 13 новых светофоров по улицам Байситовой, Аблайхана, Тлендиева, Богембай-Батыра, Тулеби, Розбакиева, Курмангазы и Гоголя. На особом контроле Акиматы и вопросы развития социальной инфраструктуры района. Для снижения дефицита ученических мест здесь проводится работа по увеличению образовательных объектов. В прошлом году были введены две пристройки на 850 мест и открыта частная школа. В районе также открыли пять частных дошкольных учреждений на 290 мест и завершили сейсмоусиление детсада номер 7. Ведутся работы и по развитию медицинской инфраструктуры. В рамках совершенствования медицинской инфраструктуры в 2024 году в здании бывшей железнодорожной больницы будет открыт современный городской детский реабилитационный центр. Для этого Акимат 4 квартала начнет реконструкцию здания с завершением работ, как я сказал, в следующем году. До конца года будет разработан проект строительства новой поликлиники на 500 посещений на улице ITGP на месте бывшего ревматологического центра с его сносом. Строительство объекта планируем начать весной следующего года.